В жизни Максима Аверина и Анны Якуниной было множество испытаний, неожиданных поворотов, встреч и расставаний. Неизменным оставалось только то, что они всегда были друг у друга. Даже в популярном сериале «Склифосовский» они словно и не играют вовсе, а проживают собственную жизнь и собственную судьбу. Когда-то они играли на сцене одного театра, сейчас у них много совместных проектов, а в жизни? Что связывает этих двух, казалось бы, совершенно непохожих людей? Когда-то школьник Аверин занимался в театральной студии при Доме кино. В этой же студии была преподаватель Ольга Великанова, мама Анны Якуниной. Максим мог бы уже в то время познакомиться с Нюрой, как он называет свою коллегу. Возможно, тогда им было ещё слишком рано знакомиться. Они были пока не в состоянии оценить, какой шанс предоставила им судьба. Прошли годы. Он окончил Щукинское училище и был принят в труппу театра «Сатирикон» под руководством Константина Райкина. На тот момент Якунина уже семь лет служила в этом театре. По-настоящему они познакомились во время поездки на гастроли в Екатеринбург. Спать в поезде никто даже не собирался. Актёры смеялись до изнеможения, рассказывая байки. А в центре всего этого веселья был Максим Аверин. Кажется, именно тогда он и Анна Якунина заметили друг друга. Нет, это была не любовь. Это было намного ярче, сильнее и значимее для них обоих. Встретились две родственные души. Они смеялись одинаковым шуткам. Они могли сходу продолжить фразу, сказанную другим. Им было уютно молчать вместе или говорить обо всём на свете. Дружат они всерьёз, по-настоящему. Опровергая все стереотипы о невозможности существования дружбы между мужчиной и женщиной. Максим готов прилететь к Анне из любой точки мира, если ей вдруг понадобится помощь. И на самом деле прилетит, спасёт, подстрахует. Так было, когда намечалось празднование юбилея актрисы и понадобилось связать воедино её спектакль «Монолог женщины». Максим, несмотря на свою занятость, пообещал всё собрать в единую канву. Но вот на репетиции у него отчаянно не хватило времени. Единственный прогон состоялся за четыре часа до спектакля. Когда звукорежиссёр не смог вовремя найти фонограмму, Максим сам вышел на сцену и уверенно пошёл к актрисе. Крепко обнял её и стал читать стихи Роберта Рождественского. Это было похоже на режиссёрский ход. А на самом деле зрители увидели чистейшую импровизацию, возникшую из желания успокоить, спасти ситуацию, подставить свои руки, чтобы Анна не упала от волнения там же, на сцене. Когда Якунину попросили повторить моноспектакль, она твёрдо решила не дёргать Аверина. Была убеждена, что сама справится с ситуацией. Тем более, что он впервые за долгое время вырвался на отдых в Сочи. Когда Максим узнал о том, что уже завтра состоится спектакль, лишь поинтересовался, как она собирается его работать сама и зачем вообще соглашалась на эту авантюру. А спустя час он уже брал билет на самолёт в Москву, точно зная, оставлять друга без поддержки нельзя. Казалось, когда Якунина ушла из Сатирикона, её дружба с Авериным должна была потихоньку прекратить своё существование. Разные труппы, разные графики, у каждого своя жизнь в конце концов. Но родственные души разлучить оказалось невозможно. На дебютный спектакль Анны в Ленкоме, куда перешла актриса, Максим не попал, был занят в Сатириконе. Но успел примчаться к финалу, пробиться сквозь армию театральных стражей порядка и вручить подруге шикарный букет. Они похожи как близнецы, правда Анна родила всего-то на 7 лет раньше Максима. Просто они не могут по-другому объяснить их какую-то невероятную родственную связь. Они буквально чувствуют друг друга. Когда Максим устает и теряет почву под ногами, актриса спешит к нему на помощь. Утешает, успокаивает, заботится и заваривает для него чай. Актер всегда ведет себя по отношению к ней по-мужески, оберегает, защищает, подставляет плечо. Муж Анны Якуниной, Алексей, никогда не ревновал Анну к Максиму, хотя иногда и шутил. Аверин проводит с Нюрой куда больше времени в постели, чем родной муж. Актерам действительно часто приходится играть на сцене любовников и даже целоваться. Но это не имеет никакого отношения ни к их дружбе, ни к личной жизни. Они оба ценят и берегут свою дружбу. И поссорились всего один раз за четверть века существования в одном жизненном пространстве. Они оба отказываются говорить о сути конфликта, но оба признаются. За 10 дней молчания они поняли, насколько трудно терять. Оказалось, они совсем не могут друг без друга. Когда Анна, наплевав на все условности, позвонила Максиму и сказала, как ей без него плохо, он мог бы сказать ту же фразу точно такими же словами. С тех самых пор актеры стали еще бережнее относиться к своим взаимоотношениям. Для Якуниной Аверин гораздо больше, чем друг. Он родной человек, член ее семьи. Для Максима актриса тоже больше, чем просто друг. Она просто часть его жизни. Для Максима Аверина и Анны Якуниной любовь – это родство душ. И все, конечно, в их дружбе началось тоже с любви. Настоящей, сильной, нерушимой, какая бывает только между на самом деле родными и близкими по духу людьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова